Любители животных могут неплохо заработать, как оказалось. Если вы умеете содержать братьев наших меньших, знаете, как это делается, то на этом можно построить свой собственный бизнес. И многие уже так и делают в Тюмени. Регистрируют бум зообизнеса. Одни разводят хомячков и рыбок и сдают их на реализацию в магазины. Другие выращивают редкие породы кошек и собак. В новых тенденциях разбиралась Анастасия Ализавьевич. Вот, смотрите, захватил растение, все, что было у поверхности, сцепил в ладошку, теперь будет есть. Она кормит их раз в день, раз в неделю устраивает им голодовку и обращается с уважением. Для нее это почти члены семьи. Речь идет об улитках и креветках. Яна Мухина завела в квартире ракообразных год назад. Тогда не знала, что размножаются водные жители быстрее кроликов. Ампулярии икру мечут раз в две недели. А потому на живность в аквариуме можно неплохо заработать. Зоомагазины дают по 10 рублей за улитку и 50 за креветку редчери. Имена нет, имена не даю, иначе я запутаюсь здесь в именах. Имен очень много надо будет придумать. Много – это еще мало сказано. За год у Яны Мухиной развелось 600 улиток и 400 креветок. Одних продала, других даром отдала. Расплодившуюся домашнюю живность можно смело сдавать в зоомагазины. В данный момент есть хомячки джунгарские, такие маленькие, и сирийские. Мы принимаем их по 30 рублей. За морскую свинку вам дадут уже 200 рублей. Столько же за крысу. Справка от ветеринара и питомец принят на реализацию. На что спрос – на то и запрос. Сегодня в зоомагазинах Тюмени принимают и пернатых. На чижиков ажиотажа нет. Зато на мальчиков-попугайчиков всегда. Их проще научить говорить. Нередко горожан интересуют игуаны, змеи, пауки и даже обезьяны. Тюменцам денег не жалко на кроликов, шиншилл и морских свинок. Всегда в продаже черепахи. Как сухопутные, так и красные водоплавающие. А однажды нашелся покупатель на бурундука. Но в целом у зообизнеса немало рисков. А потому его выбирают немногие. К сожалению, бывает и гибель животных. Например, попугайчиков перевозят. Они не любят сквозняки, сквозняков. И поэтому бывает, что умирает. Эй, малыши! Эй, малыши! Знакомьтесь, ветер мечты Белла Мафия и Вояджер. Но хозяйка зовет их проще хвостики Винни. И на маленьких можно заработать по-крупному. С собачьим бизнесом Ирина Стародубцева на короткой лапе уже 6 лет. Разводит йорков и мальтезов. Дома держит 10 собак и выгуливает лохматых хвостатых парами. Таких в зоомагазине не купишь. Ирина лично выбирает женихов для вязки. Сама возит на свидание и назначает цену за приплод. От 15 тысяч мальчики, от 25 девочки. Пользуются спросом, да, но цены падают из-за того, что рынок заполнен этими собачками. Впрочем, у хозяйки хвостика есть козырь. Каждый из ее питомцев с богатой родословной и титулами. А собаки голубых кровей в цене всегда. Анастасия Лизаревич, Роман Чинахов, Сибинформбюро.